Слава Господу! У меня какое-то сегодня желание поговорить о тайнах. И я буду говорить о нескольких тайнах, которые нам сегодня открыты. И просто напомнить в Библии, мне вот эти тайны очень сильно помогли. И мне нравится, когда человек выходит и просто свидетельствует о своей жизни. И он может рассказать, что он сделал и что у него получилось. Мне кажется, такие свидетельства, они больше как-то людям помогают. Потому что они видят, что что-то это по-настоящему работает. И я хотел бы напомнить сегодня о некоторых тайнах. Если человек их не знает, он совершает очень много ошибок. И у него жизнь очень сложная. Так, допустим, я хотел допомнить первую тайну. Это апостол Павел, он знал одну тайну. И он пишет об этой тайне Ефесянам 3 глава. Это, я бы так сказал, как бы вступление. Это было лично для него, для его дела. Он был для этого создан. Он служил особым служением. Он был апостолом для язычников. И ему Бог открывал особые вещи для его жизни. И тут он пишет. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве, благодать и Божия данна мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем и выше я писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом, его пророком, духом святым, чтобы и язычникам было быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе под средством благовествования, которым служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшивую всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокровавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известно через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. По предвечному отверению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Вот тут Он говорит такие интересные слова, если мы внимательно слушаем, Он говорит, что эта тайна Ему открылась, что язычникам теперь есть спасение. Даже когда Христос ходил, Христос был на этой земле, Он много не говорил о том, что язычникам будет спасение, Он много не открывал это все, это было сокрыто для определенного времени. И тут он написан, что даже власти на небесах не знали, даже не знали, до них это было все тайно. И тут написано, что Церковь первая, которая получила откровение, и написаны такие слова, «Дабы ныне сделалось известно через Церковь». Через Церковь стало известно начальством и властям на небесах. Получается, Церковь первая узнала Дух Святой. Написано, это было Духом Святым, открыто апостолом. Вначале Дух Святой открыл апостолам эту тайну. И потом эта тайна стала известна начальством на небесах. Это очень как-то трудно представить, но это так. Вы знаете, это очень интересно, но он узнал эту тайну, и он делал то, что Бог ему открыл. Помните, апостол Петр не знал этой тайны. Он ходил со Христом 3,5 года, его Христос учил, наставлял. Но когда ему Духом Святым тоже открылась эта тайна, потому что он был апостол, он был очень удивлен. Он сказал, «Господи, я никогда не знал, я не думал, что так». Но он потом пошел и все сделал, что Бог ему сделал, сказал. И вы знаете, вот эти вот тайны в Библии, написано, что мы знаем тайны. Дух Святой, Он на каждое время имеет свои тайны, имеет время, когда открыться. Что такое тайна? Я как бы забыл сказать. Вы знаете, тайна – это что-то сокровенное, сокрытое. Но Библия говорит, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. С другой стороны, если даже какая-то тайна существует, придет время, она должна открыться. Я помню, я жил там в Феодосии, мы жили, там было море, и к нам приезжала девочка, маленькая такая, и родители открыли нам тайну, что это не их ненародная дочка. Я помню, я вырастал вместе с ней, они часто приезжали, почти каждый год мы были лучшими друзьями, от нее эту тайну. Я знал эту тайну, мой отец знал эту тайну, но никто другой не знал. Она не знала эту тайну. И вы знаете, она была как-то, ну, не похожа на своих родителей. Она вырастала, она родители такие высокие, отец, мать. Она такая низкого роста, она красивая, но она немножко совсем не похожая. Больше детей у них не было. Она всегда как-то догадывалась, говорит, что-то я на бабушку, на прабабушку. Ей как-то нам что-то говорили. Ну, пришло время, она выросла, я помню, она приехала с женихом, и нечаянно мы проговорили эту тайну, она узнала. Ну, для нее это был шок. Но она все равно любила своих, как родителей, и все прошло. Я сейчас знаю, она живет в Калифорнии, у нее уже свои дети. Ну, просто мне было интересно на нее смотреть со стороны, что она всегда догадывалась, что-то не так. Она не могла знать, ну, ей никто не говорил, но пришло время, все раскрылось. И я так иногда вспоминаю, есть, люблю много читать. Есть такая книга интересная, американец один написал книгу, по-моему, даже фильм про него создали, что одного человека сделали такой эксперимент. Одного человека они сделали такой, как бы, мир, закрыли все стенами, потолком, большая пространство, наняли очень много актеров. И он, родившись, ему сделали там родителей, и он не знал ничего, он знал только вот этот городок. Там было вокруг городка такое озеро, как бы, сделано. А там было нарисовано, как бы, пространство, все было закрыто. И вот он жил в этом городке, и он не знал, что есть другой мир. Все актеры там, соседи были у него, у него было там, как, ну, все, целый город, людей, очень много людей было задействовано. Но все, как бы, ученые наблюдали за ним каждую минуту, там были кинокамеры, как он реагирует на жизнь, как он вообще думает, что он делает. И вот, знаете, пришло время, он вырос, и он не знал ничего, но он что-то догадывался, что-то, ему что-то мешало. И вот он, как бы, ну, странные вещи всякие делал. И они, ну, и все-таки как-то он какую-то странную вещь стал сделать, что он какую-то лодку сделал или что-то, и добрался до края этого озера. Все-таки он подумал, что где-то там что-то дальше есть. И он увидел, что это все, он уже разочаровался, ну, как бы, в последний момент увидел, что это все нарисовано, разрезал, а там другой мир. Вы знаете, у него был шок, конечно, но он все-таки вот эту тайну, которая была скрыта от него, у него было большое желание узнать, и он узнал. Мне просто нравится эта история. И я вот тоже нам, знаете, мы иногда христиане, мы живем, и для нас, мы-то уже знаем, что это тайна, которая раньше в апостолам открылась, что язычники имеют спасение, мы с вами язычники. Для нас это очень хорошая тайна. Слава Богу, что Дух Святой открыл нам это. Мы, я думаю, в этом все уверены, и мы сегодня этой живем. Но есть еще одна тайна, о которой мне сегодня хочется сильно поговорить. И это тайна о том, что прежде чем мы родились, прежде чем нас Бог создал, были наши дни уже все записано, и все было уже как бы давно создано для того, чтобы мы жили в этот день, в это время, чтобы у нас была наша семья. Бог уже имел план для нашей жизни. Один человек говорит, ну, когда Бог создавал сначала мир, потом рай, а потом создал человека, Бог, Он не ошибся. Знаете, иногда мы думаем, сначала надо было человека создать, а потом все для него. Но Бог все делает вовремя. И вот когда Он, Бог, создавал каждого из нас, Он уже записал все дни жизни нашей. Он уже составил четкий план нашей жизни. Он уже все определил. А вот, допустим, умные люди, они об этом знают. И вот написано в притчах, 14 глава, не, в другом месте тоже притчи. Сейчас скажу. Да, 14 глава. Восьмой стишок. Это вот я хотел бы, чтобы вот этот стишок мы сегодня как бы внимательно прочитали и просмотрели. Это как бы главный стих моей проповеди. Мудрость разумного, знание пути своего, глупость же безрассудных, заблуждение. Видите, тут написано, что мудрость разумного, это знание его пути. Другими словами, умный человек, он знает свой путь. Он знает, куда он идет. Его не удивишь многими вещами. Знаете, умный человек, он как бы не переживает. Он примерно догадывается вперед. Написано, мудрый, он знает наперед, когда беда будет и укрывается. Мудрый человек, он вдруг, для него нет какого-то большого шока, что что-то происходит, потому что он умный. И ему это уже как бы, он знает наперед. Глупый же, он переживает. Он, допустим, я встречал много глупых людей, которые говорят, ой, это не моя, мне не нравится моя жена, мне не нравятся мои дети, они такие плохие. Мне не нравится мой дом, ему все не нравится. Ему не нравится его жизнь, ему не нравятся его друзья, ему не нравятся его знакомые. Ему все не нравится, потому что он глупый. Он не понимает, что это все ему от Бога. Бог тебе дал вот этот шаритон, знаете, некоторые живут там, ой, надо что-то лучше, надо же было так. Поверьте мне, прежде чем Бог туда вас поселил, Он уже давно знал, каким его сделать. И когда нас туда поселить, лучше смириться с тем, что Бог тебе дал. Лучше, как бы, знаете, обрадоваться, о, какая хорошая жена, какие прекрасные дети, какие хорошие друзья. И наслаждаться жизнью, знаете, брать из нее все хорошее. Бог создал все прекрасно. Допустим, мне нравится очень извращение Давида. Он говорит такие слова, я кратко просто зачитаю, Псалом 138, 14 стих. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще не было». Видите, Давид, почему ему так хорошо жить? Почему ему так приятно славить Бога? Потому что у него не было трудностей. У него было очень много трудностей быть царем. Такого народа, такого сложного народа было нелегко. Он вел войны. Ему нужно было очень много в жизни воевать, там, с мечом, видеть кровь, убийство, насилие. Но он почему-то находит, что это все очень прекрасно. Он находит, что это все очень дивно. И он радуется жизни. Он прославляет Бога. Почему? Потому что он видит будущее свое. Бог ему открыл будущее. Бог сказал, через тебя я произведу благословенный Иисуса Христа. Ты будешь, твое царство будет вовеки. Он видел будущее впереди. Он не смотрел на то, что происходит. Да, вы знаете, когда Бог дает человеку план, и иногда, если Бог откроет вам и мне, мы увидим, сколько трудностей. Мы увидим, как это будет трудно все сделать. Но я бы сказал, что мы бы все, если бы мы увидели все наберет, мы сразу бы прославили Бога. Потому что после этих всех трудностей, после всех этих проблем, после всего горя, которое увидят наши глаза, у нас есть что-то вечное на небесах, что-то прекрасное. И мы сразу бы, если бы мы просмотрели всю свою жизнь, мы бы все, как Давид, бы сказали, славлю тебя, Господи. Потому что это все прекрасно. Нет никакого сравнения с вот этими проблемами, с вот этими, как бы сказать, неустройствами, с этим, как бы, можно сказать, несовершенством. То будущее, которое нам Бог приготовил. И умный человек, он видит это будущее. Я не буду там хвалиться своей мудростью. Я думаю, насколько мне Бог дал, столько и есть. Я вот так просто смотрю за людьми иногда. Иногда можно видеть, что человек берется не за свое дело. Иногда человек начнет петь песню, а он, может быть, не очень способный для этого дела. Но надо понять, что просто человек не понял, для чего он создан. Но очень важно понять, для чего ты и я создан. Чтобы не делать лишних, как бы сказать, проблем другим людям. Проблем там, вокруг себя. Ну, я считаю, что счастливый человек, он старается осчастливить всех других. А счастье, это тогда, когда ты понимаешь, что Бог тебя любит. Ты понимаешь свою жизнь, для чего ты живешь. Что нужно тебе делать. Невольно приходит счастье. И счастливый человек, он старается осчастливить всех других вокруг. Когда он приходит другим людям, они рады его видеть. Но несчастный человек делает других несчастными. Когда он приходит, все думают, когда же он уже уйдет. Потому что внутри его несчастья, непонимание его жизни, оно передается другим. И я вот хотел бы, чтобы мы все делали то, для чего мы созданы. Вы знаете, Бог каждого человека создал очень прекрасно. Но каждого для своего дела. Может, кому-то нужно быть служителем. Может, кому-то нужно быть певцом. Может, кому-то нужно быть пророком. Или еще кем-то человеком. Но это не значит, что один и тот же человек должен делать все. Так не бывает. Поэтому Бог каждого из нас, Он наделил особыми способностями для особого дела. Это можно найти, почему я рад, что сегодня дети слышат это слово. Потому что в раннем детстве можно узнать, кто ты будешь потом. Я помню свою жизнь. Я вышел, мне было 7 лет. Я увидел, там сосед сделал стака. Сделал это, ну там шуба называлась. Мне так понравилось. Я сказал себе, если я вырасту, я только это и буду делать. Потом я забыл про эти слова. Но Бог вспомнил, Бог-то знал. Бог-то знал, что это будет. И сегодня я делаю эту стака. Я думаю, слава тебе, Господи. Я смирился с той судьбой, когда я вначале делал так тяжело эти ведра, такие тяжелые таскать. Знаете, трудно. Дом кривой, косой, такой карбатый. Его нужно выравнивать. Это нелегко. Но мне приходит счастье. Почему у меня счастье от того, что я делаю? Потому что это моя судьба. Мне нелегко было смиряться с этой судьбой. Мне хотелось пирожки печь. Я хорошо пеку пирожки. Мне хотелось там стихи сочинять. Мне что-то хотелось такого. Но вы знаете, куда я туда несулся, там ничего, успеха не было. Но сегодня я горжусь тем, что я наконец-то смирился с тем, для чего я создан. И я могу видеть вперед. Я смотрю, Бог дает мне больше мудрости в этом деле, в другом, в третьем. И я уже чувствую свое будущее. Я знаю, куда я иду. И мне какая-то радость приходит. И я очень счастливый человек, потому что я могу вперед знать, что за это не браться. А вот за это надо браться. И Бог дает успех. Я помню, вы знаете, допустим, отношения с Богом. Мне было тоже, я был маленьким, маленький очень. Не помню, может, лет шесть мне было. Моя папа и мама умирали. Мама была хроническая астма, и она умирала. А папа, у него случился аппендицит, лопнул, его разрезали. И там уже много дней отравления. И он лежал в реанимации. И я был маленький, а семья у нас такая, у нас такие отношения сложные. И я понимал, что я самый маленький в семье, и меня никто не любит, кроме мамы и папы. И мне будет очень тяжело жить. И я помню, закрыл за собой дверь, пошел помолиться, и попросил Бога, чтобы продлить жизнь моим родителям. И вы знаете, я почувствовал, что Бог услышал меня. Я почувствовал, у меня слезы я вытер. Мне пришел такой мир на сердце. Еще Бог не исцелил ни маму, ни папу. Но мне вошла вера, что это произойдет. И я попросил еще Бога, Господи, тогда, когда мне уже не нужны будут жизни, ты тогда их забирай. Вы знаете, так и случается. Мой папа уже жил долго-долго, уже не мог жить, уже не хотел жить. И он всегда просил, Господи, не дай мне, чтобы меня кто-то на колясочке таскал, чтобы я кому-то был в абузу. И вы знаете, просто у него уже все силы вышли, вся жизненная энергия для жизни. И он ушел к Господу. Мама еще живая, еще очень молода, еще много делает. И вы знаете, это произошло. И я увидел, что вот раннего детства Бог как-то ко мне близко открывает мне какие-то тайны. И вы знаете, и мне как-то хорошо, и мне как-то приятно знать вот эти тайны, которые для меня, для моей жизни, они не нужны никому другому. Но для моей жизни, когда мне Бог открывает мое будущее, будущее моих детей, внуков, правнуков, я радуюсь. Мне очень приятно. А вот смотрю людей, которые не понимают, не понимают, что тот черетон, этот гарбичный дом, это то, для чего тебя Бог там и поселил в свое время, чтобы ты прожил, чтобы ты просто... Бог смотрит. Вы знаете, не поменяешь планы Бога. То, что тут написано, все дни записаны. Но можно прожить их с радостью, эту жизнь, а можно в горе. Вот Бог дает тебе что-то. Написано, все принимаете с радостью. Библия говорит, все содействует ко благу. Но наша внутренность, она бурлит. Нам не хочется принять. Почему этот человек обиделся на нас? Почему эти люди говорят о мне плохо? Так если Бог позволил говорить плохо, пускай говорят. Значит, это тебе надо. Давид это осознавал. Помните, когда на него кидал там песок, говорил плохо. Его друг сказал, говорит, давай я его сейчас с мечом забью и сразу не повторю удар, а он умрет. Давид говорит, не, не надо. Если Бог позволил, пускай. Давид понимал, что все от Бога. Мы должны понимать, что все от Бога. Это сильно поможет нам. Мы часто очень много за себя. Написано, не вступайте за себя. Не воюйте за себя. Не доказывайте никому ничего. Не надо. Все от Господа. Вот эта церковь, в которой мы сейчас сидим, сегодняшний день, он создан Богом. И вы знаете, очень хорошо, что мы это понимаем. Если мы это понимаем, мы должны принимать это с радостью. Лица наших друзей, лица братьев и сестры, родственников, нам должно приносить радость, потому что мы должны понимать, это от Господа. И к нам приходит благодарность, говорит, Господь, благодарю Тебе за мою церковь, за моих друзей, за эту местность, которую Ты поселил, за этот час, который Ты создал, приходит радость от понимания Господа. Но если ты сегодня сидишь, и ты говоришь, у меня плохие дети, у меня жена не такая совершенная, у меня пастырь не такой хороший, у меня церковь не такая большая, ты просто страдаешь, и ты приносишь страдания другим. Нет пользы от твоей жизни. Просто еще одно место, последнее. Многие ищут благосклонного лица правителя. Притча 29 глава, 26 стих. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Видите, эти слова говорятся, знаете, мы люди, мы иногда думаем, вот, если к пастырю хорошо буду относиться, он меня будет часто давать проповедовать. Нет, нет. Это от Господа. И если ты будешь там очень хорошо относиться где-то к кому-то, тебя где-то повысят. Нет, это от Господа. Вы знаете, очень многие думают, что вот если, да, правитель, Бог его поставил, я буду там с ним что-то хорошо, и он меня где-то возвеличит. Может, какой-то богатый человек, мы видели богатого человека, какого-то знаменитого, мы становимся быть с ним другом. И если нам человек, мы видим, у него какая-то есть власть, у него есть какое-то, знаете, дело, в которое он поставлен, и мы думаем, вот, будем к ним поближе, и нам будет лучше. Это мы ошибаемся. Это не так. Тут написано, что многие ищут, многие, да, почти все, благосклонного лица правителя, то есть, чтобы правитель относился хорошо, чтобы вокруг нам люди относились хорошо, чтобы в церкви нам было приятно, хорошо, мы все этого ищем, но судьба, судьбу ты не поменяешь. Судьба записана от Господа. Если тебе суждено пройти трудности, если тебе суждено пройти проблемы, ты будешь их проходить. Но есть разница, как ты будешь их проходить. Ты будешь проходить с радостью, с благодарностью, или ты будешь скорбеть, унывать, плакать, печалиться. Есть две разницы. Лично в моей жизни сильно мне помогло, вы знаете, я не хвалюсь там силою, не хвалюсь какими-то там духовными откровениями, но мне помогает, когда я попадаю в трудности, когда попадаю в проблемы, я не стараюсь печалиться, потому что я понимаю, печаль мне ничего хорошего не принесет. Я просто благодарю Бога и в моем сердце покой, в моем сердце мир. И вы знаете, дальше будет, может, больше трудностей, но они меня не страшат. Они меня не страшат, потому что я знаю, это от Господа. Это от Господа. Я смирился со своей судьбой. Если мои дети меня не слушают, я знаю, что нужно потерпеть. Нужно потерпеть. Они будут хорошие, они будут прекрасные дети мои, но мне нужно потерпеть. Помните, последний как бы пример, тут много можно читать, но время. Помните, мудрого отца, у которого было два сына, и ему пришлось одного сына отпустить. Он попросил все свое имение, всю часть, он ему отдал. Да, отец спечалился, отец скорбел, но я думаю, что отец верил, что сын вернется. Почему он так с ним поступил? Почему он ему все отдал? Говорят, даже по закону еврейскому, никогда не дают завещание, пока отец жив. Но он сделал что-то другое. Он решил, он любил так сына, что он хотел, чтобы сын поменялся. И он вложил половину своего богатства, отцовского богатства, половину вложил для того, чтобы приобрести себе сына. Он сделал такой вклад, это был клад веры. Он отдал все сыну, говорит, сын, хочешь, на, он видел в сыне все недостатки, он видел в сыне желание жить по-другому, он видел в сыне, что сын хочет пойти посмотреть, как люди живут, сын хочет насладиться этими всеми вещами, которые отец знал, они не приносят пользы. Но он хотел научить своего сына. Он хотел приобрести своего сына. И он отдал ему, он бы мог просто сказать, знаешь что, сын, пока я жив, я тебе и цента не дам. И он бы был прав. Он бы сын отошел бы, но отец бы не увидел нового сына. Отец бы не увидел перемены в сыне. И поэтому отец отдал все. Ему было больно посылать сына туда. Он знал, что там будет плохо. Он знал, что там его ждет. Поэтому он, любя сына, сильно печалился о нем, сильно оскорбел. Но он верил, что сын вернется, поэтому он всегда выходил и смотрел, когда его сын идет, когда он придет. И потом, однажды он его увидел, он побежал к нему, обнял его, он уже знал, что сын его другой. Он уже знал, что сын идет назад к отцу. И это был самый прекрасный день его жизни. Он сделал пир. Он радовался. Но другой сын, который никуда не пошел, так и остался неизмененный. Он говорит, я не хочу со своим братом быть. Он грешник. Он не тот. Отец приглашал его, он не захотел. Говорит, я не буду. Он остался такой же, такой же, не очень хороший. Поэтому, дорогие друзья, вот в нашей жизни, у нас могут быть странные обстоятельства жизни. Может, какой-то ребенок что-то будет делать неправильно. Может быть, какие-то люди. Недавно я приобрел одного брата. Я всегда к нему любовью, но он что-то вот, есть у меня недостаток. Он решил повраждовать со мной. И затеял такую шутку там, захотел у меня много. Я говорю, извини. Я тебе много не могу дать. Он все такой, враг ко мне. Все, я с тобой. Не так, ничего. Я такой, думаю, несчастный человек. Куда ж ты денешься? Я ж ты тебя люблю. Ну, куда ты от моей любви денешься? Знаете, прошло месяц, он приходит ко мне, обнимает, целует, говорит, хочу опять любви. Хочу любви. Все, давай забудем. А я знал наперед, что все, моя любовь победит. Вы знаете, друзья, очень прекрасно, мы можем делать будущее. Если у нас есть любовь, если у нас есть истинный Бог, мы не будем бояться, не будем бояться зла. Написано, не убоюсь зла. Почему? Потому что во мне его нет. Если во мне нет зла, чего мне его бояться? Это зло, оно не для меня. И я просто хотел бы каждому из нас еще больше и больше поверить, что Бог создал этот день. Он создал его для нас. Он хочет нас видеть счастливыми, благодарными. От нас зависит принимать наш день, принимать наших людей, любить их или как-то по-другому. Если ты умный человек, как написано, мудрый, мудрый, он знает свой путь. Знает. Почему знает? Он знает, куда он идет. Мудрость разумного, знание пути своего. Глупость же безрассудных, заблуждение. Если ты сегодня думаешь по-другому, ты заблуждаешься. Ты явно заблуждаешься, потому что это не мудрость. Поэтому нам нужно знать наш путь. И мы, дорогие, знаем наш путь. Это наша церковь. Дух Святой в нас. Он открывает нам будущее. Он еще больше нам откроет эти тайны, которые нам сегодня немножко напомнил. Это не единственные тайны. Библия полна тайн. И мы, ходя в это собрание, мы будем всегда с надеждой, что сегодня новая тайна нам откроется. Сегодня Дух Святой как бы зайдет, и что-то новое нам откроет, что нужно нам. А если это нам не нужно, то будем свободны. Значит, достаточно. Достаточно Божьей благодати. Достаточно Божьей силы на того, что мы имеем. Будем благодарить за то, что мы имеем. То, что нам сегодня Бог послал. Давайте будем благодарны. Давайте встанем на наши колены и просто поблагодарим Бога за этот день, за этот час. Аминь. Слава Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя и славим за Твою мудрость, за Твои чудные деяния в нашей жизни. До сегодня Ты нас хранил. Ты нас спас на злачных пажетях. Ты давал все необходимое для нашей жизни. Может, нам что-то не нравилось, может, что-то не по-нашему, но Ты знаешь лучше, что нам надо. Ты лучше знаешь, когда нам давать горькую траву, когда сладкую. Ты лучше знаешь, когда нам посылать трудности и когда избавлять нас. Апостол Павел, сидя в тюрьме, он знал точно, что он должен быть в той тюрьме. Он знал, что он должен страдать за то, что он делает. Он должен понести. Он это знал. Сегодня дай нам, Господь, знание. Дай нам разумение понимать Твоей, нашего пути, чтобы мы согласились с этим путем. Он может быть трудным, как Ты сказал, узкий, тернистый путь, но он благословенный. Дай нам, Господь, пройти по этому пути, прославляя Тебя, радуясь, торжествуя, Господь, благодаря Тебя за все обстоятельства нашей жизни. Господь, дай нам быть мудрыми, а не глупыми, чтобы мы больше, Господь, не враждовали с Тобой, чтобы, Господь, не противились Твоей святой воле. Может быть, она трудная, может, она не такая, как мы хотим, но это Твоя воля в нашей жизни. Ты создал нас, Ты нас преобразовал, Ты нас ведешь, Господь, по этой жизни. Ты нас поселил в этом городе. Дай нам быть благословением для этого города. Дай нам быть благословением для этой церкви, Господь, для наших друзей, для мужа, для жены. Дай нам быть благословением для наших детей, чтобы мы не обижали их, чтобы мы, Господь, не желали своего, но имели терпение, терпение в нашей жизни и получали все верою, Господь, как Ты нам говоришь. Пошли нам ту веру, которая до конца доведет нас, чтобы мы не получили как прикрушение веры, думая, что нам что-то нужно особое. Господь, Ты дал нам все необходимое, и мы благодарны за этот день, за эту церковь, за наших братьев и сестер. Мы благодарим Тебя, Господь. Услышь нашу благодарность. Пускай она исходит из глубины нашего сердца. Господь, не только уста, но сердце наше благодарно Тебе. Ты сказал, чтобы мы имели благодарное сердце, Господь, и мы хотим быть таковыми. Научи нас понимать Тебя правильно и наш путь, Господь. Слава Тебе за все. узнав Jews